Всем привет! С вами я Виолетта и это видеообзор на раскраску миллион новогодних котов от Джона Бигвуда. Вообще, в начале раскраски написано, что Лулу Майя сделала необычный новогодний подарок для всех любителей кошек. Но, лично для меня, вот эти котики значительно отличаются от котиков из раскраски миллион котов. И мне все-таки кажется, что автор это Джон Бигвуд. То есть, ну, это как бы мнение каждого, то есть, может быть, тут что-то, опечатка какая-то, да. А может быть, действительно Лулу Майя нарисовала, но вместе с Джоном Бигвудом я не знаю. Но мне кажется, этот стиль более милым, более уютным, чем у Лулу. Поэтому, не знаю, вот, мне кажется, это именно Джон рисовал. Но не в этом суть. Я могу быть не права. Эта раскраска, мне кажется, настолько милая и уютная, что просто вот самое то ее сейчас раскрашивать. У меня здесь пока нет ни одной начатой работы, потому что у меня сейчас нет времени на эту раскраску. Да, но она очень классная. Я ее буду в следующем году раскрашивать, может быть, даже через год. Но так далеко в будущее я не хочу заглядывать. Но мне кажется, что эту раскраску, вот, ну, в этом году я особо так и не буду раскрашивать. То есть, ну, пару разворотов сделаю, если успею, и все. Смотрите, какие здесь милые котики. Они, конечно, да, очень однообразные. То есть, они фактически все одинаковые, но они такие мимимишные. Вот, смотрите, просто такие колобочки. Мне очень нравится эта раскраска. Покупала я ее на Лабиринте где-то рублей за 150. А своей подруге я ее купила и вовсе за 100 рублей. Со скидками на Черную пятницу. И вообще, мне кажется, за 100 рублей это просто, это шикарно. Не просто тут что-то, что-то хорошее. Это шикарно за 100 рублей. Смотрите, какие огромные детали есть, да? А есть прям мелкие. Ну, такие, не знаю, как я буду раскрашивать. Возможно, карандашами, потому что, ну, фломастерами будет очень красиво. С этими. Ну, в общем, фломастеры будут полосить очень сильно. На таких больших деталях. Бумага, кстати, в данных раскрасках неплохая. То есть, ну, лично мне кажется, что за 100 рублей это вообще очень даже хорошо. И раскраски прошиты. То есть, это удивительно. Наверное, в последнее время Эксмо нас особо не радует прошивкой. Ну, вот. Серию улыбательных раскрасок, он, оно, издательство, решило все-таки прошить. Мне кажется, это прям самая мимишная новогодняя раскраска, которая есть на данный момент. Ну, это лично мое мнение. Вот. Все, кто любит котика, вот прям советую, советую, советую. Это, наверное, самая моя любимая зимняя раскраска. Хоть я ее и не раскрашивала, но мне просто даже нравится вот так вот посмотреть на эту всю прелесть. И так сразу тепло становится. Уютно, мило, прям уру-ру. Да. Ну, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, кстати, есть ли у вас эта раскраска. Если у вас ее нет, то хотели бы вы ее себе или нет. Возможно, она у вас сейчас появится. На Новый год, допустим, кто-то подарит. Потому что я вот двум своим подругам подарю по такой раскраске. Вот. Ну и, собственно говоря, это было все. С вами была Виолетта. Всем пока-пока. С вами была Виолетта.